ЗВОНОК В ДВЕРЬ Из окна пятого этажа выпал маленький ребенок и для чего нижнекамцы организовали татарское подворье в Нижнем Новгороде. Об этом не только. Прямо сейчас это новости на телеканале НТР в студии Вадим Струминский. Здравствуйте. Мусульмане отметили у разум. Тысячи нижнекамцев пришли на территорию центральной мечети, чтобы провести утреннюю молитву. Среди гостей был и мэр Нижнекамс Кайдар Медшин. Так как сама мечеть не смогла вместить всех желающих организаторов праздника, применили современные технологии. Намаз транслировался на большом экране. Для горожан организовали торговлю сувенирами, продуктами, книгами, а дети могли покататься на машинках, поучаствовать в конкурсах и попрыгать на батутах. Жуткий случай произошел в Нижнекамске в субботу в одном из домов города. Из окна пятого этажа выпала четырехлетняя девочка. Произошло это в тот момент, когда мама ребенка отвлеклась по домашним делам. В результате падения девочка получила серьезные травмы и экстренно была доставлена в реанимацию. Однако травмы оказались несовместимы с жизнью и ребенок погиб. По неподтвержденной информации, через неделю малышке должно было исполниться пять лет. Комполянцу Вадиму Сидоркину, который борется с раком головного мозга, передали необходимые лекарства. Сделали это представители благотворительного фонда «Вместе». После каждого курса химиотерапии Вадиму необходим препарат стоимостью 20 тысяч рублей. Напомню, беда в семью Сидоркиных пришла пару лет назад. Врачи обнаружили у Вадима рак мозга. За это время парень перенес четыре операции и сейчас идет на поправку. Опухоль врачи удалили, рецидива пока не было. Зрители телеканала НТР не раз помогали семье Сидоркиных в борьбе со страшным недугом. До конца года Комполянец будет проходить курсы химиотерапии. В Нижнем Новгороде полным ходом идет строительство маленького Татарстана. Делается это не просто так. 16 июля в Новгороде пройдет федеральный Сабантуй. Традиционной организацией праздника занимается команда из Нижнекамска. Татарское подворье в парке 1 мая появляется в ускоренных темпах. Здесь будет и жилой дом, и скотный двор, и даже баня. Все с уклоном на национальные традиции нашей республики. Помимо строительства артисты репетируют свои номера. Чем будут удивлять татарстанцы нижегородцев, расскажем в вечернем выпуске новостей. О погоде сейчас за окном плюс 21 градус тепла, малооблачно. Два нижнекамца набрали 100 баллов на ЕГЭ по биологии. И полетят ли отдыхать горожане в Турцию после снятия запрета? Об этом смотрите в следующих выпусках. Напоминаю, связаться с нами можно по номеру 40 07 70 или пишите нам на наш сайт ntrdefis24.ru. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин